Здравствуйте! Это новости Нар-ТВ. Меня зовут Ксения Муштука. В ближайшие 20 минут обзор главных тем этого дня. Сегодня в Иерусалиме прошли мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Ансфенсима. Главный из них – это Международный форум памяти жертв Холокоста. Десятки мировых лидеров приехали в Иерусалим на большую встречу под эгидой Европейского еврейского конгресса. Вторая церемония – открытие мемориала свеча памяти, посвященного героям и жертвам ленинградской блокады, была исключительно израильско-российским мероприятием. Там присутствовали только лидеры этих двух стран. Но, как считают эксперты, все эти события так или иначе связаны с судьбой израильтянки Наамы Сахар, которая осуждена в России за контрабанду наркотиков. Ведь именно российский президент может ее помиловать. Продолжит тему Борис Штерн. Так или иначе, получалось, что именно российский президент занимает первые строчки практически всех сообщений с форума и со всех мероприятий в Иерусалиме. И именно он привлекает максимальное внимание прессы. Но, конечно, израильтян в первую очередь интересовалась судьба Наамы из Сахар. И вот сегодня события развивались стремительно. Утром, после небольших кратких переговоров между президентом Путиным, президентом России и премьер-министром Израиля, состоялась встреча с матерью Наамы из Сахар Яфы. И на этой встрече Путин сделал некое пространное заявление, от которого пришлось отталкиваться всем. Давайте послушаем, что сказал российский президент по поводу судьбы Наамы из Сахар. Действительно, я встретился сейчас с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наамы из хорошей, очень порядочной семьи. И мне известна позиция господина премьера-министра, которая просит принести соответствующие решения. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня нам посещают уполномоченные по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал, и хочу еще раз повторить, все будет хорошо. Вот эта формулировка, все будет хорошо, ввела всех практически в заблуждение. Все далее стали думать, действительно, а что же, собственно, будет хорошо, что изменится. К Нааме из Сахар сегодня пришли все обещанные российским президентом. Люди, израильский премьер-министр поблагодарил Путина, но так до сих пор и не было понятно, за что он это сделал и каким образом будет выглядеть возвращение израильской гражданки из российской тюрьмы в Израиль. Действительно, спрашивали, как бы, что же будет происходить. Мы нашли единственно правильный адресат, который нам дал определенного вида ответ на этот вопрос. Это министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, который оказался руководителем переговорной группы, которая в течение двух месяцев контактировала с такой же группой в России по поводу судьбы Наамы из Сахар. Более того, Элькин говорит о том, что нету никакой сделки, то есть договоренности имеют совершенно другой уровень. Давайте послушаем, что сказал израильский министр. Нет сделки про Наамы из Сахар, но тем не менее продвижение в решении этого вопроса стало возможным, в том числе благодаря изменению определенному климата в последние два месяца в российско-израильской отношении. И пониманию и с израильской стороны, что не только мы приходим к России просить что-то она делает для нас. Возвращение тела солдата Захария Баумеля, помощь, например, в подписании пенсионного соглашения, где Путин лично вмешивался, чтобы оно было подписано. Помощь даже в Совете Безопасности в определенные моменты. И я уже не говорю о свободе наших действий в сирийском воздушном пространстве. И в этом смысле Израиль должен делать какие-то шаги, конечно, не за счет израильских интересов. Александровское подворье, упомянутое вами, действительно фигурировало в неких переговорах и в неких моментах, но только с точки зрения того, что израильские муниципальные власти наконец займутся рассмотрением этой просьбы и дальше уже будут решать, что же делать дальше. Эльгин говорит о том, что есть действительно договоренности, есть схема, которая устроила два государства и в ближайшие недели, судя по всему, Наама вернется домой. Но, кроме всего прочего, конечно же, все ждут каких-то глобальных заявлений, которые должен сделать российский президент о помиловании израильтянки, которых пока никто не слышал. Но фраза вот эта «все будет хорошо» в исполнении Путина действительно прозвучала. Возможно, это какой-то признак хорошего финала в этой истории. К другим темам. Все больше стран поражает новый коронавирус из Китая. Случаи заражения зафиксировали в Сингапуре, Вьетнаме и, по некоторым данным, в Саудовской Аравии. Число инфицированных уже превысило 600 человек. Погибли 18. Власти Китая закрыли на карантин два города. О ситуации там Михаил Шептун. Вокзал китайского города Ухань сейчас охраняется, пожалуй, лучше, чем любой другой в мире. Вокруг здания, кордоны полицейских и военных, город на карантине. У меня есть билет, но меня не пропускают. Вас как-то предупредили? Я не получала никаких уведомлений от кого-либо. Со вчерашнего дня отменены авиарейсы и все поезда из Уханя. Выехать можно на автомобили, но власти настойчиво рекомендовали не покидать город. На выезде выставлены блокпосты. Там дежурят санитары, которые проверяют водителей и пассажиров. Родители моего мужа сейчас в Чунцине ждут, что их сын и внук приедут на праздник весны. А мы не знаем, что делать. Так власти Китая пытаются остановить распространение вируса, которое уже зафиксировали в девяти странах. Сегодня стало известно о первых случаях инфицирования в Сингапуре, Вьетнаме и Саудовской Аравии. Там в больнице вирусом заразилась медсестра из Индии. Власти Японии призвали граждан не ездить в Ухань, а все прибывшие оттуда пассажиры прошли строгий карантинный контроль. Среди жителей Ухани не чувствовалось напряжения. Все носили маски и тщательно соблюдали меры предосторожности. В 11-миллионном Ухане не ходит общественный транспорт, закрыто метро, на дорогах нет даже такси. Вузы и школы сейчас на новогодних каникулах, но начало учебы в этом году могут отсрочить до марта. Те, кто из Ухани не уехал, стараются не выходить из дома. Все зависит от человека, паниковать ему, не паниковать. Я лично сам психопаникер, конечно, страшно очень. Люди стараются бежать из города какие-то, там нанимают каких-то личных водил, которые какими-то обходными путями пытаются вывезти из города за бешеную сумму денег. Ну, не у всех получается. СМИ сообщают об ажиотаже в больницах Уханя. Ходят слухи о дефиците лекарств, защитных масок и очков. На видео, которые появляются в Твиттере, пустые полки в супермаркетах и локальные стычки в очередях за продуктами. Сегодня, конечно, мы ходили в супермаркет и закупились на всякий случай едой. Потому что неизвестно, сколько все это продержится, чтобы в Сан-Гланд была еда, не выходили лишний раз на улицу. Но чтобы скупали, все, с такой силы не было. Еще говорили, что возможно будет повышение цен, там говорили, что капуста до невеликих цен взлетит. Но все это неправда, этого ничего не было. Журналистам тоже лучше не посещать Ухань. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Китая. Мы продолжим своевременно публиковать соответствующую информацию и реагировать на внешние проблемы в соответствии с принципами открытости и прозрачности. Мы надеемся, что иностранные журналисты поймут текущую ситуацию и мир борьбы с эпидемией. Сегодня в Китае закрыли второй город Хуанган, который находится рядом с Уханем. Там ограничен выезд автомобилей и отменены поезда. На вчерашнем экстренном совещании Всемирная организация здравоохранения так и не смогла решить, грозит ли новый штамм коронавируса глобальной эпидемией. Специалисты сослались на недостаток информации. Заседание продолжилось сегодня. А тем временем почти 100 человек из более чем 600 заболевших находятся в тяжелом состоянии. Михаил Шептун, телекомпания «Арт-ТВАЙ». Подробнее об этой и других актуальных темах уходящей недели смотрите завтра в еженедельной программе «Новые итоги». Поправки в основной закон Российской Федерации принимаются в каком-то немыслимом темпе. Что это значит? Куда такая спешка? Тут важен факт принятия новой конституции. Какой хрен туда запихнут? Совершенно существенно. С вертием разбирался Сергей Морозов. Кремль, куда ж несешься ты? Как Европа реагирует на молниеносные реформы Путина? И с какой Россией теперь готовится разговаривать? Об этом Константин Гальденсвайк. Удалось ли Израилю спасти свою гражданку на Аму из Сахар из российской тюрьмы? О чем говорили Нетаньягу и Путин? Как связана большая мировая политика и память о Холокосте? За развитием событий на этой неделе в Израиле для новых итогов следил Борис Штерн. Депутаты Государственной Думы сегодня одобрили в первом чтении поправки в Конституцию. Поправки, которые ранее предложил президент Владимир Путин. 432 за и ни одного против или воздержался. Некоторые депутаты, правда, не пришли или опоздали, но тем не менее. Рассмотрение закона проекта во втором чтении состоится совсем скоро, 11 февраля. Какие именно поправки хотят внести в основной российский закон, объяснила Ирина Воробьева. Давайте сначала посмотрим, о чем, собственно, путинские поправки в основной закон страны, каких сфер они касаются. Полномочия президента и выборов главы государства, международного права, работы правительства и обеих палат парламента, статуса госсовета, функции конституционного и верховного судов, статуса органов местного самоуправления, индексации пенсии и минимальных зарплат. Поговорим о главных политических пунктах поправок. Для начала разберемся с президентом. Исходя из текста поправок, главы государства теперь сможет стать только гражданин, которому исполнилось 35 лет. Он должен постоянно проживать в России не менее 25 лет, раньше было 10, и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства. Кстати, те же ограничения про иностранное гражданство касаются и руководителей федеральных государственных органов, а также депутатов обеих палат парламента и судей. Исключение пришлось сделать для граждан тех территорий, которые были присоединены к Российской Федерации, например, для крымчан. Кроме того, по этим поправкам один и тот же человек не сможет стать президентом России более чем дважды за свою жизнь. Предлагается убрать пресловутое слово «подряд» в описании сроков президентства. Слово, которое позволило Владимиру Путину стать главой государства четыре раза. Теперь про то, что важнее – национальное или международное право. Этот вопрос один из ключевых. Итак, статью 15 Конституции, которая гарантирует приоритет международных договоров над российскими законами, трогать не будут, уже хотя бы потому, что вносить поправки в нее нельзя. Но не исполнять решения межгосударственных органов будет можно, если Конституционный суд истолкует их как противоречащие основному закону страны. Президент по новым поправкам сможет формировать невиданный до сели госсовет. Полномочия у этого органа описаны довольно размыто. Он будет, цитирую, «обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, а еще определять основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». То есть, госсовет немножко берет на себя функции президента. Расширяются полномочия Госдумы. Теперь депутаты не просто будут давать согласие главе государства на назначение премьера-министра, а утверждать его кандидатуру, а также замах и министров. То есть, могут и не утвердить. Но кандидатов будет предлагать все тот же президент. Это касается всех, кроме силового блока. Главы МВД, МЧС, Минобороны и прочих будут назначаться и освобождаться от должности президентом после консультации с Советом Федерации. Кстати, теперь премьер-министр сможет отправиться в отставку, не распуская автоматический кабинет министров. В вопросах принятия законов расширяются полномочия как раз у президента. Раньше, если закон не нравился главе государства, он его возвращал депутатам. И в случае, если парламентарии настаивали на той же редакции, президент был вынужден подписать. Теперь же он сможет обратиться в Конституционный суд. И если тот признает документ противоречащим основному закону, то он вернется обратно в парламент на доработку. Здесь надо сказать про судей Конституционного суда. Сейчас их 15, хотя по Конституции должно быть 19, а хотят сделать 11. Назначать их будет также Совет Федерации, но теперь уже по представлению президента. Кстати, снимать должности судей теперь будет не высшая квалификационная коллегия, а все тот же Совет Федерации и опять по представлению президента. Так что, выходит, власть главы государства не ограничивается, а даже, в общем, наоборот. Ирина Воробьева, телекомпания RTVI, Москва. Перенесемся в США. В суде Вирджинии сегодня состоялись слушания по делу Алексея Буркова. Именно его, напомню, предлагали обменять на израильтянку Нааму из Сахар. Россиянина обвиняют в киберпреступлениях. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Ожидается, что он частично признает вину. А ранее он все обвинения отвергал. Буркова, напомню, задержали в декабре 2015 в Израиле по запросу США. По версии обвинения, он управлял сайтом, где продавались данные банковских карт, многие из которых принадлежали американским гражданам. В общей сложности злоумышленники списали со счетов 20 миллионов долларов. Россиянина выдали в США в прошлом году. Продолжит тему Станислав Кучер. Продолжается с 12 ноября прошлого года. Именно тогда Бурков заявил о своей невиновности. Разбирательство с участием жюри присяжных уже было назначено на 21 апреля 2020 года. Однако совсем недавно, 16 января, Грегори Стемба, это адвокат Буркова, заявил, цитата, что Бурков намерен заявить о признании вины по некоторым пунктам обвинения 23 января. 27 января, пока никаких сообщений из здания суда не поступило. Поэтому пока мы не знаем, объявил он о признании некоторых пунктов вины или не объявил. Но, что касается деталей, да, он был задержан еще 13 декабря 2015 года в Израиле. Именно по запросу Соединенных Штатов, поскольку его обвинили в электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем и таким образом в ограблении большого количества американцев. Точное количество американцев в обвинительном исключении не указывается, насколько я знаю. Но да, речь идет о том, что были скомпрометированы данные 150 тысяч кредитных карточек, и по ним были совершены закупки мошеннические в общем объеме 20 миллионов долларов. И большая часть держателей этих карт действительно были, то есть большая часть этих карт были выданы американскими банками. Да, Россия требовала возвращения, не возвращая, отправки Буркова в Россию. Соответственно, американцы, вот по этому поводу был достаточно серьезный дипломатический скандал, который продолжался в общей сложности около трех лет. И да, действительно, многие в Америке и многие в Израиле считают, что, собственно говоря, арест гражданки Израиля и Сахар в апреле прошлого года в Шереметьево был абсолютно зеркальной мерой с тем, что поскольку у нее, помимо израильского гражданства, есть еще паспорт Соединенных Штатов, то есть это такая зеркальная мера с тем, чтобы торговаться с Россией. Однако уже в ноябре прошлого года, вернее в октябре прошлого года, Бурков был экстрадирован именно в Соединенные Штаты. То есть это произошло после, напомню, задержания в апреле Сахар. Поэтому на сегодняшний момент вот эта разменная карта уже не может быть аргументом в российско-израильском диалоге в любом случае. Поэтому все то, что вы говорили до этого, обсуждали судьбу Сахар, да, это совершенно теперь отдельная история. Я уж не понимаю, ну, если честно, не очень хорошо себе представляю, как она может быть увязана с судьбой Буркова, которая находится исключительно в руках американского правосудия, ну, если только Нитаньяху каким-то образом может здесь повлиять на Трампа, а Трамп на американское правосудие, что практически невероятно. Поэтому прогноз юристов американских заключается в том, что да, скорее всего, Бурков свою вину признает, и в момент на это просто получит более короткий тюремный срок, чем те 80 лет, о которых сейчас говорят обвинители. И последнее на сегодня. Модельер Жан-Поль Готье провел последний показ. Шоу, посвященное 50-летию карьеры кутюрье, прошло в Парижском театре «Шатле». Показ длился 45 минут и включил в себя 250 образов. На подиум вышли Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Ясмин Лебон, Карли Клосс и другие. Модельер появился под овацией в финале в рабочей одежде поверх тельняшки. Участники дефиле подняли его и начали качать. А после кутюрье поблагодарил публику и станцевал вместе с моделями. Жан-Поль Готье, к слову, не получал специального образования, но уже в 18 лет начал работать в модном доме Пьера Кардена. Через несколько лет он создал свою первую коллекцию. Готье устраивал показы в бывшей тюрьме, на боксерском ринге и в трамвайном депо. Одним из первых начал работать с нестандартными моделями. В 80-х создал коллекцию из мусора. Шел костюмы для фильмов Педро Альмадавара и Люка Бессона. Работал с Мадонной и Милен Фармер. Был креативным директором парижского дома моды Гермес. И в 2007 году был награжден премией за, цитата, «Слом стереотипов и стирание границ моды». Это все новости к этой минуте. Последние обновления о развитии событий смотрите на сайте РТВА и также на страницах РТВА в социальных сетях. А на этом я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин